Приветствую всех дорогие друзья. На связи как всегда Недомайнер и моя скромная таверна. Пока еще нет тестов новых видеокарт AMD предлагаю вам посмотреть на потребление видеопамяти в некоторых играх. Ведь как мы знаем у RTX 3070 всего 8 ГБ видеопамяти, а RX 6800 без приставки XT будет обладать 16 ГБ. Поэтому давайте погоняем некоторые игры в высоком разрешении и попытаемся понять сколько же нужно играм видеопамяти сейчас и сколько запаса по памяти могут предложить карты Nvidia. Но перед тем как мы начнем не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И давайте приступим с симулятора доставщика еды. В качестве испытуемой была GTX 1070 с 8 ГБ видеопамяти. При полных ультрах в разрешении Quad HD мы можем видеть загрузку видеопамяти в районе 5 ГБ. Для такой игры видеобуферов 8 ГБ более чем достаточно. Далее давайте посмотрим на RDR2. Для начала в разрешении Full HD и при полных ультрах. В этой игре потребление видеопамяти держится в районе 5,5 ГБ, но это в разрешении Full HD. Если перейти в разрешение Quad HD то мы видим что задействуется уже чуть больше 6 ГБ. А вот в разрешении 4К мы уже видим загрузку выше 7 ГБ. А немного походив и вовсе около 7,5 ГБ. Выходит что 8 ГБ еле хватает для игры в 4К, даже в игру которая вышла год назад. Конечно будет разница в оптимизации на уровне драйвера между паскалями и амперами, но кардинально картину это не поменяет. Ну и самая интересная игра по потреблению памяти это Apex Legends. На старте игры мы видим потребление чуть больше 6 ГБ на полных ультрах в разрешении Full HD. Но чем больше мы играем, тем больше видеопамяти задействуется. Под конец игры у меня и вовсе потреблялись все 8 ГБ. И таких игр на самом деле очень много. В каких то проектах огромный объем видеопамяти конечно же не нужен. Тот же Death Stranding даже в Quad HD потребляет не так много. Но есть и проекты вроде Apex или Call of Duty Warzone, которые уже спокойно кушают по 8 ГБ. Помню многие уже писали в комментариях, что 6 ГБ сейчас за глаза и больше вообще не нужно. Так вот их впритык уже хватает для большинства игр на ультра настройках, тем более в Quad HD. А насколько мы знаем RTX 3070 и RX 6800 без XT и будут браться в основном под этот самый Quad HD. Поэтому я бы советовал тем кто не хочет обновляться постоянно и хочет взять видеокарту на года вперед подождать тестов RX 6800 и там уже решать. Так как RTX 3070 выглядит очень красиво и бодро сейчас, но через год зеленые спокойно могут признать поражение по памяти и выпустить ту самую версию на 16 гигов. Еще стоит учитывать факт, о котором нам последние полгода твердят все. Это та самая технология загрузки текстур на прямую видеопамять. Как говорили сами разработчики, это позволит сделать более масштабные миры и более красочные. Но тут сразу же встает вопрос, как еще более масштабный мир поместится в эти самые 8 гигабайт RTX 3070. Ведь тот же Pascal, который выходил 1000 лет назад имеет такой же объем. И все бы было хорошо, если бы AMD не ушла вперед по количеству памяти. Тогда бы игроделы затачивали все под 8-10 гигабайт и абсолютно бы не парились. Но как мы знаем и в консолях стоит 16 и в новых Родионах стоит 16. А как бы игроделы не любили геймеров на ПК, они все равно затачивают игры в основном под консоли. В общем как то так я вижу картину с видеопамятью в играх. И я ни в коем случае не хочу сказать, что RTX 3070 плохая видеокарта и стоит брать Radeon. Про RX 6000 все равно еще ничего не понятно и нам это только предстоит узнать. Но в моих глазах видеобуфер 8 гигабайт является очень маленьким для столь мощных видеокарт рассчитанных на гейминг в Quad HD. Поэтому этим роликом я решил показать вам, что стоит действительно задуматься перед покупкой видеокарты. Конечно если вы часто меняете видеокарты, то можно смело брать RTX 3070 и через годик-другой переехать на что-то новое. Но если вы собираете ПК минимум лет на пять, то лучше все же задуматься. Ну а я уже предвкушаю кучу гневных комментариев, что я продался красным. Но я всегда стараюсь быть максимально нейтральным в этом вопросе. И я с радостью посчитаю ваше мнение по поводу ситуации с видеопамятью. Ну а если вам понравился этот ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч друзья.